Россия может опереться на чувство национальной сплоченности, которое мы видели во время чемпионата мира. Александр Лебедев, Тэн Депендент, Великобритания. 7 августа 2018 года. Россия – великая нация с замечательным достоянием, ресурсами и богатством. За последние пару месяцев чемпионат мира вывел страну на мировую авансцену. На этом летнем спортивном мероприятии русские в самом деле повсюду болели за своих футболистов. Тем не менее, мне обидно, что ряд самых богатых моих соотечественников, которые жили и работали в России в течение многих лет, решили больше не жить на родине и вместо этого поддерживали свою сборную, находясь в других местах, особенно в Лондоне, как это часто бывает. Почему? В некоторых случаях причины связаны с явными разногласиями с российским государством. Возьмем, к примеру, бывшего руководителя Банка Москвы Андрея Бородина. Ранее он был близким другом мэра Москвы и соучредителя партии «Единая Россия» Юрия Лужкова. Но сейчас он житель Кенсингтона. До приезда в Лондон его никогда не видели на митингах оппозиции, и я никогда не слышал, чтобы он выражал хоть малейшее несогласие с политикой Кремля. Напротив, он, казалось, верно, последовательно и с энтузиазмом служил московской вертикали власти. Вот краткий список позиций, которые Бородин занимал до своего внезапного отъезда в 2011 году, вице-президент Ассоциации российских банков, председатель Координационного совета Российского союза промышленников и предпринимателей, член Комиссии по отчетности Президиума партии «Единая Россия», член Попечительского совета Финансового университета при правительстве Российской Федерации. За самоотверженный труд он был награжден рядом прекрасных регалий, «Орденом дружбы», «Орденом за заслуги перед Отечеством», медалью адмирала Кузнецова Министерства обороны России и другими. Картина изменилась только в 2011 году, когда было начато расследование предполагаемого мошенничества в Банке Москвы, которым он руководил на протяжении 16 лет. Бородин, которому, как говорят, сообщили об открытии уголовного расследования во время полета, прибыл в Великобританию и остался. Встреченный с распростертыми объятиями, он получил политическое убежище и приобрел, среди прочего, самое дорогое поместье в Британии, которое когда-то принадлежало принцу Уэльскому. Между тем, проверка в Банке Москвы показала, что из его активов пропала скромная сумма в 5 миллиардов долларов, причем большая часть денег, по данным государственных следователей, оказалась в карманах Бородина. Бородин со своей стороны утверждает, что иски против него были сфабрикованы и политически мотивированы. Лично мне интересно, почему Британия предоставила ему статус политического беженца, при том что долгое время он наслаждался хорошими отношениями с российским государством. Возможно, имела место быстро вспыхнувшая ссора. Возможно, с ним обошлись несправедливо. Правда мы не знаем. Но из-за того, что произошло, он, по-видимому, не был среди зрителей на стадионе Лужники во время футбольных матчей этим летом. Где-то в пригороде Лондона живет еще одна несомненная жертва неприязни российского государства, Георгий Биджамов. В 1995 году после убийства отца Авдоши Биджамон вместе со своей сестрой Ларисой Маркус возглавил частный внешпромбанк. Клиентами финансового учреждения были крупнейшие государственные компании, высокопоставленные официальные лица, чиновники высшего звена и их родственники. Среди них – сын бывшего руководителя администрации президента Сергея Иванова, жена вице-премьера Дмитрия Козыка, супруга министра обороны Сергея Шойгу, зять главы транснефти Николая Токарева, семья первого вице-спикера Госдумы и президента Олимпийского комитета России Александра Жукова, а также патриарх Русской православной церкви Алексей II. Сам Биджамов считался частью российской элиты, с 2010 года возглавлял Федерацию Бобслей и Скелетона России и был награжден Орденом Почета за успешное выступление своих подопечных на Сочинской Олимпиаде. Как спортивная знаменитость, он, должно быть, любил чемпионат мира. Однако в январе 2016 года внешпромбанк обанкротился, а Биджамова с Маркус обвинили в хищении миллиардов долларов денег клиентов. Маркус была арестована, и после того, как она призналась в краже, суд в Москве в 2017 году приговорил ее к 9 годам тюрьмы. Ее брат тем временем находился в Монако, где у него есть собственность. Там он был арестован по просьбе российских властей, но впоследствии освобожден после отказа в экстрадиции. Затем Биджамов решил эмигрировать, как вы уже догадались, в Великобританию, где, по слухам, он купил гольф-клуб. Он отрицает выдвинутые против него обвинения в пропаже денег внешпромбанка и настаивает на том, что они политически мотивированы. Еще одного российского лондонца, обвиняемого в растрате, но живущего вдали от родины, зовут Анатолий Локтенов. Этот человек в течение 10 лет был первым вице-президентом российской государственной нефтяной компании «Роснефть», в которой Бретиш Петролиум, Бипи, имеет почти 20% долю. Он также отрицает обвинения, выдвинутые против него в России, и в 2015 году попросил убежище в Великобритании. При этом он говорит, что в один прекрасный день хотел бы вернуться на родину. Действительно, ранее в этом году Локтеонов добавил свое имя в список самовысланных россиян, которые приехали в Лондон после того, как против них были выдвинуты обвинения в совершении правонарушений, но которые теперь, похоже, стремятся вернуться домой. Другим примером российского экс-чиновника с деловыми интересами на родине является Алексей Бажанов, бывший заместитель министра сельского хозяйства. Недавно высокий суд Лондона отказался рассматривать его жалобу, после того как он запросил 30 миллионов фунтов в качестве компенсации по иску к своему бывшему деловому партнеру из Санкт-Петербурга. Судья отклонил дело по основаниям юрисдикции. В России Бажанова обвиняют в мошенничестве с кредитами его компании «Маслопродукт» на 300 миллионов долларов, видимо, взятых у российских банков. Бажанов отрицает все выдвинутые против него обвинения и считает их политически мотивированными. Вернувшись в Москву, российские прокуроры получили судебные распоряжения о замораживании нескольких банковских счетов, принадлежащих Бажанову и его семье. Конечно, не всех состоятельных россиян в Лондоне обвиняют в противоправных действиях, у них нет обвинений, висящих над ними в Москве. Тем не менее, они предпочли, я полагаю, смотреть летний футбольный спектакль по телевизору в Великобритании, а не вживую в России. Возьмем, к примеру, Владимира Чернухина. После того, как заместитель министра финансов Российской Федерации и председатель Совета директоров государственного внешэкономбанка переехал в Великобританию в 2006 году, когда впал в немилость у Кремля, он купил, по общему мнению, за 72 миллиона фунтов. Примечание автора. Одно из красивейших зданий в Лондонском Сити, бывшая штаб-квартира банка Медланд, возведенная сто лет назад и одвинул Лутин самоизвестное, среди прочего, своим появлением в классическом фильме о Бонде Галтфингер, 1964. В 2014 году жена Чернукина «Любовь», ныне гражданка Великобритании, пережила минуту славы, когда на аукционе по сбору средств, организованном консервативной партией, заплатила 160 тысяч фунтов стерлингов за возможность сыграть в теннис с тогдашним премьер-министром Дэвидом Камероном и занимавшим в то время пост мэра Лондона Борисом Джонсоном. Впоследствии она сделала успешные заявки на обед с шотландским лидером консерватора Фрутом Дэвидсоном и Гвином Уильямсоном, ныне министром обороны. Таким образом, серьезные деньги, большая часть которых была получена в России, во время работы на российское государство или государственные организации, были потрачены не в российской экономике, а в Лондоне, на имущество, пожертвования политическим партиям и, предположительно, на многие другие материальные предметы. В мире в эпоху глобализации люди до определенного могут момента выбирать, где им жить. Тем не менее, многим в Москве и других уголках Родины по-прежнему не дает покоя мысль, что люди, которые когда-то преуспели в России, теперь обратили свое внимание на другие страны. Некоторые из этих людей, как я уже отметил, сталкиваются дома с политическим преследованием, обвиняемые в юридических правонарушениях утверждают, что российские власти пытаются действовать против них по сфабрикованным обвинениям. Но были ли у них когда-нибудь идеологические разногласия с Кремлем, с Путиным, Ельцином или Горбачевым? Если это так, то они на протяжении долгого времени хорошо их прятали. В грязной трясине нынешней ситуации, в которой отношения между Москвой и Лондоном кажутся самыми плохими за несколько десятилетий, Великобритания представила свои новые запросы о неочевидных источниках финансового состояния, УУО. В принципе, эти правовые инструменты позволяют арестовывать иностранные частные активы, включая недвижимость стоимостью более 50 тысяч фунтов стерлингов, если владельцы не докажут, что их состояние было заработано законно. Произойдет ли это? Нынешний премьер-министр Тереза Мэйране пообещала прижать российские грязные деньги. Однако в докладе парламентского комитета по иностранным делам ее правительство обвиняется в неспособности подкрепить свою риторику заслуживающими доверия действиями. Масштабы ущерба, которые эти грязные деньги могут нанести британским внешнеполитическим интересам, затмевают выгоду от российских сделок в сети, сказал председатель комитета Томтагентхат. Если британские власти станут действовать, возможно, мы увидим, что кто-то из обвиняемых Россией в нарушениях, Бородин, Биджамов, Локтионов, Бажанов, окажется под пристальным вниманием Лондона. Это, конечно, было бы иронично, но вопрос о предполагаемых преступлениях – это только часть дела, поэтому я упомянул таких, как Чернухин, которые не сталкивались с подобными обвинениями. С другой стороны, давайте не будем забывать, что в Лондоне живут и работают многие тысячи, может быть, сотни тысяч обычных русских. Это множество состоит из художников, финансистов, программистов, а также дворников и швейцаров отелей. Это люди, которые приехали в Великобританию в поисках средств к существованию, возможно, даже состояния. Остается только надеяться, что, сделав это, они вернутся домой и будут использовать свое богатство, свой опыт, свой инновационный дух на благо всей России. Это, в конце концов, тот путь, который позволит стране расти на благо всего своего народа, с чувством национальной гордости, единения и коллективизма. Как летом мы это видели на чемпионате мира. Александр Лебедев, автор готовящийся выйти в свет книги Т.Ч. Сифорита Банкир.